Не часто случаются такие крупные творческие встречи самодеятельных артистов, членов Пинской городской организации Белорусского общества инвалидов со зрителями. А показ спектакля «Жили-были два жирафа» и вовсе премьера для пинской публики. Театр «Преодоление», который обычно представляет свои работы в других городах нашей республики и за рубежом, в таком формате и в таком масштабе на пинской сцене выступал впервые. Мы очень долго шли к тому, чтобы показать наш театральный коллектив пинскому зрителю. Как-то все принимали участие в фестивалях, конкурсах, создавали новые спектакли. Но вот впервые мы решились показать премьеру спектакля нашего нового спектакля «Жили-были два жирафа». 25% именно членов нашей организации – это молодые инвалиды. Для их творческой реабилитации, для того, чтобы они могли показать себя, а не оставаться замкнуты в своем каком-то внутреннем мире, для их более живого общения, и был создан этот театральный коллектив. Театр существует с 2008 года и создан он был по инициативе самих ребят. У истоков творческого коллектива стояла Наталья Голубева, которая стала первым режиссером театра «Преодоление». Все ребята, которые сейчас у нас занимаются в театре, артисты наши, мы все вместе работали в Бресте на общественных работах. И идея создания такого театра появилась как раз там, когда мы вместе жили, когда мы вместе работали, и нам захотелось что-то сделать еще творческое, интересное. И тогда уже, в общем-то, были зачатки нашего театра. Потом, когда мы уехали оттуда, мы решили продолжить то, что мы, в общем-то, задумали, и решили создать такой театр «Преодоление» у нас в Пинске на базе организации «Общество инвалидов». За 9 лет актерский состав менялся, но основной костяк остался и продолжает работу с новым руководителем. Лет 6 назад театр возглавил Сергей Волков. Его основное место работы – Полесский драматический театр. Профессиональная деятельность очень помогает в выборе репертуара, хотя, как говорит Сергей, особый театр требует особого подхода. Репертуар действительно особый тоже, конечно. Чаще всего тему задает Брест, фестивальный протоптанный шлях. Он задает тему, ну а мы ее воплощаем. Индивидуальный, конечно, подход, потому что кто-то умеет что-то, и это что-то нужно показать. А бывает наоборот. То, что он не умеет, обыграть так, чтобы получилось интересно. В общем, театр сложная, конечно, штука, тем более с нашими ребятами. Работать с ними, не скажу легко, но я понимаю, что делаю. В планах новые постановки и гастроли в Польшу, Украину, если все удачно сложится в Россию. Ну а на этом мероприятии поддержали ребят особого театра друзья, известные пинские артисты и гости из Москвы, участники российского телепроекта «Минута славы» Анна и Эдуард Федосенко с увлекательными цирковыми номерами. В тот день на сцену вышла и семья Голубевых, для которых творчество – неотъемлемая часть жизни. Пишутся песни новые, так сказать, реанимируются какие-то старые. Вот сегодня как раз-таки тот случай, когда мы будем петь одну из своих последних песен, весьма такую доброжелательную и позитивную. Ну а в планах, как всегда, все только самое лучшее. Очень надеемся, что через пару лет соберемся, так сказать, силами и подготовим наши, может быть, сольные какое-то мероприятие, творческий вечер. Пусть наше счастье порой зависит от сручая, Пусть иногда не хватает нас слов, Мы прорезем через годы лишь самое лучшее, Самое лучшее. Это любовь.